Миша, ну ладно, я согласен, килограммчик мне, пожалуйста, симпатичные яблочки, вот тебе два рубля, проверим, пожалуйста, рубль два, все правильно, все правильно, Миша, а весы, весы, а что вы волнуетесь, все будет, три, три, надо работать, хорошо, 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 что, что, держи, Держи, будешь мне помогать, 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 у нас как в аптеке, даже с охраном, пожалуйста, подождите, подождите, это что, одно яблоко килограмм, Такой сорт яблоко, такой сорт яблоко, такой сорт яблоко, такой сорт яблоко, без крик, без шума, без драки, не на базаре. Миша, ты работник торговли. У товарища претензия. Вот культурно и вежливо ему объяснили. Вот культурно и вежливо ему объяснили. Я не объяснил. Пожалуйста. Купил? Купил. Товарищи, кто желает еще яблоки? Давайте. Военные без очереди. Могу я купить яблок, курик, стол. Что? Яблочек захотелось? Да. Ой, ты какая! Ух ты! Просто прошу вас. Давай ее сюда. А сколько стоит наше яблоки? Для вас 250. Дайди вперед. В таком случае, 100 граммов на 25 копеек. Пожалуйста. Дай мне покупательница. Пожалуйста, все в порядке. Пожалуйста. 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 Пошло. Давай-давай. Ты что сделал, а? Что ты сделал? Я тебя спрашиваю. Ты что сделал? Тихо-тихо. Что тихо-тихо? Это моя жена. Я стал показывать, изображать артистов давно еще, когда был студентом театрального института имени Луначарского. И особенно любил показывать артистов художественного театра. Просто мне хотелось как-то передать поточнее манеру игры этих моих любимых артистов. Ну, и настолько увлекся этим делом, что даже роли в учебных спектаклях стал делать под кого-то. Одну роль, скажем, я делал под обаятельнейшего, прекрасного артиста МКАТа Павел Владимировича Массальского. А другую роль, скажем, под Алексея Николаевича Грибова или под, ну, не здравствующего корифея художественного театра Марку Сахчепруткина. Художественный руководитель нашего курса, замечательный артист и педагог Николай Сергеевич Плотников недолго терпел это безобразие и как-то, вызвав меня, сказал. Вот, я смотрю на тебя, ты всё под кого-то, а под дудника будет когда-нибудь. Я решил отказаться от всех пародий, но кличка пародиста так сказать прикрепилась ко мне, намертво приклеилась. И когда я кончил институт и решил поступить в драматический театр имени Станиславского, мне очень нравился тогда этот театр, я имел беседу с его тогдашним руководителем, прекрасным советским артистом и режиссёром Михаилом Михайловичем Яншиным. Разговор был такой. Вы знаете, Геннадий, ваше желание работать у нас в театре похвально. Я видел некоторые роли в учебных спектаклях и, в общем, мне нравится, вы артист такой подходящий к нашей тропе. Но одно сознание того, что вы где-то по углам будете меня изображать, повергает меня в глубокое уныние. Давайте с вами договоримся так. Либо вы приходите в театр, либо я ухожу из театра. Некоторое время я служил в театре, которым руководил замечательный, тоже прекрасный артист театра и кино Михаил Фёдорович Астангов. Ну и, конечно, стал его показывать. Михаил Фёдорович узнал об этом и вызвал меня однажды на ковёр. Как у нас говорят... Вот что, ангел мой, я слышал, что вы меня изображаете. Будьте любезны, покажите мне это сейчас, чтобы я мог убедиться, насколько точно выкривляетесь. Я стал отказываться, уверял Михаил Фёдорович в том, что оригинал никогда не узнаёт себя в копии. Но Михаил Фёдорович был очень настойчив, пришлось показать. Показал плохо, я был скован, неудачно. Однако Астангов всё внимательно выслушал, а потом вдруг сказал, что, Геннадий, у меня действительно есть такая манера, я во время разговора тереблю себя за нос. Я говорю, ну и что особенным, ничего особенного у меня. И всё на этом кончилось. На следующий день была репетиция. Я в качестве режиссёра сдавал Михаила Фёдоровича Астангову, который был художественным руководителем театра, спектакль. Значит, Михаил Фёдорович сидит в зрительном зале, я справа от него, на сцену выходит актриса, он делает ей замечание. Вот что, ангел мой, будьте любезны, мне не очень нравится, как вы всё это изображаете. Всё-таки не точно как-то вы не с тем посылом вышли... Не с тем посылом вы вышли на сцену, будьте любезны, повторите ещё раз. Так, ну вот сейчас уже несколько лучше, да? Ещё-ещё давайте, хорошо, так? Выйди вон отсюда! Я ушёл из зала. Ушёл не только из зала, но и из театра тоже ушёл. И вскоре стал работать на эстраде. Но на эстраде я уже познакомился со своими кумирами поближе, за кулисами встречался. Я очень любил великолепного, талантливейшего, всесторонне одарённого артиста Бориса Николаевича Ливанова. Очень любил. И вот как-то за кулисами он смотрел на меня долго внимательно, он же знал о том, что я его показываю, и вдруг сказал... А, слушай! Ну я тебя прошу, ну покажи мне! Изобрази меня! Ну потеш, старика, ну покажи, ну что я из себя представляю? Хочется посмотреть на тебя как в зеркало. Я показал, и вдруг слышу... Безобразие! Чёрт знает что! Издевайся над артистом в Хлорском театре, как мне не стыдно! Мальчишка! Я этого не потерплю! И через секунду... Ну ещё кого-нибудь можешь показать? Я показал Михаила Ивановича Жарова. О, ну здорово! Ну это здорово! Ну похоже, ну вылитый Мишка Жарова. Вот что я тебе советую. Ты его показывай, а меня не надо. Тогда я стал получать приглашение в киностудии на предмет озвучивания некоторых фрагментов, отдельных фраз за известных артистов, которые по тем или иным причинам не смогли этого делать. Иногда даже целые роли озвучил. Вот за Крючкова я озвучил одну роль, потом за Петра Мартынча Леникова, его последнюю работу. И как-то меня пригласили на озвучание картины, где главную роль играл Ирас Павлович Гарин. Ирас Павлович Гарин озвучивал свой кусок, а режиссер, его супруга Лакшина, женщина очень такая дотошная, она так любит все точно-точно сделать. Она не щадит ни себя, ни актера. Когда наступил 15-й или 16-й дубль, с Гарина градом катился пот, и он взмолился. Он сказал ей, знаешь что, брось это дело, вызывай дудника и измывайся над ним. Вообще говоря, там уже мне удалось, как говорится, поближе познакомиться со многими мастерами искусств, мастерами эстрады. И вот с Аркадием Райкиным никак не удалось встретиться. Мне очень хотелось с ним познакомиться, просто поговорить с ним в жизни. Такого случая не было, конечно, он предоставился мне. Мне сказали, что я могу позвонить ему домой по телефону. Я позвонил и услышал на другом конце провода следующее. Да-да, слушаю вас. Сказал, здрасте, Аркадьевский. Так, здравствуйте. Кто со мной говорит? Я говорю, это с вами, говорит, молодой артист Дудник. Не помню. Я говорю, как же, мы с вами встречались еще в доме актера. А-а-а, помню. И я еще вам рассказал анекдот. Помню, помню. И вы из этого анекдота сделали прекрасную миниатюру для сцены. Помню, как же, помню. И она прошла с огромным успехом у вас в спектакле. Помню. Так вот, моей фамилией Дудник. Не помню. Как я уже говорил, оригинал никогда не узнает себя в копии. Я много лет знаком с Папановым, еще со школьной скамьи. И он, всякий раз встречая меня, говорит. Старик, ну, совсем не точно ты меня показываешь. Вот, Леонова у тебя очень точно получается. А меня не надо. Прошу тебя. А Леонов, наоборот, заявляет. Вот. Очень Папанов здорово делаешь. А меня, ну, совсем не похоже. Зачем так? Неужели я такой вообще какой-то неуклюжий? Что-то из меня какое-то чучело горохом сотворил. Ну, наш прекрасный мастер кино Борис Федорович Андреев, тот просто сказал несколько прямее. Говорит. Слушай, Дудя, тычь свои безобразие брось. Это тебя до добра не доведет. Как видите, товарищи, это хорошо знает Саша Иванов, что пародия делу не только сложные, но и небезопасные. Геннадий Дудник Геннадий Дудник Геннадий Дудник Субтитры подогнал «Симон» Девушки отдыхают АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Товарищ милиционер, вы только до конца дослушайте и всё. Товарищ милиционер, никакого хулиганства не было. Не было. И женская честь не была затронута. Причём, как говорится, ничем. Я не мог иначе поступить, потому что я доказывал, что мы не звери. Что советский человек свободный. Поэтому я не мог поступить иначе. Я же за всех нас плавки снял. И за вас тоже, товарищ милиционер. Я понимаю, что можно снимать плавки с низкой цели. Ну, я-то снимал с высокой. Задачи перед нами стояли. Доказать, что мы не звери. Что советский человек свободный. А как могло в голову прийти? Это уже, как говорится, всё зависит только... Только от строения головы, понимаете? Понимаете, с чего всё началось? Один мужик у нас на пляже похвастался, что ему когда-то за границей довелось лежать на пляже, загорать. И, как он сказал, к нему пятками в нос. Лежала парочка. То ли французы, то ли итальянцы. Во всяком случае, магнинофончик не наш был. И они под музыку целовались, гладились, гладились, целовались. Потом встали, он плавки снял, шорты надел и пошли. Понимаете, криминал в чём, товарищ милиционер? Не понимаете? Я могу ещё раз объяснить. Только как объяснить получше? Медленнее или попонятнее? Как лучше? И так, и так. Хорошо. Значит, один мужик. Успеваете, понимаете, всё? На пляже. Рассказал, что ему за границей довелось лежать. Рядом с ним лежала парочка. Они под музыку всё это, как говорится, 50-50. Потом встали. Он при всём честном народе плавки снял. И уже только потом шорты надел. А в промежутке все криминал и увидали. Понимаете? Но главное, как этот мужик сказал, загорающая общественность на эту, ну, как сказать, деталь. Ну, внимание, будто человек не плавки снимал очки. И тут я возьми ляпни. Да подумаешь, дело большое. У нас любой снимет не хуже вашего итальянца. Можете, лучше получится. Ну, сорвалось с языка. Чёрт, язык проклятый. Борется за независимость от мозгов. Ну вот. А этот мужик обрадовался. Что ты из себя, итальянца, строишь? Давай, говорит, поспорим на червонец, что ты не снимешь. Вы представляете, какие он струны задел? Давай, говорит, поспорим на червонец, что ты не снимешь. Я уверен, товарищ мельционер, что за этот червонец и вы бы сняли. Ну, мне стало обидно так. Я говорю, это я не сниму. Я вскакиваю посреди пляжа, воздух и набираю в грудь. Руки на пояс. Не идёт рука дальше от изобедренного сустава. Вот, будто в этом месте государственная граница пролегла. Вот, будто до сих пор СССР, там всё остальное. Этот мужик обрадовался. Говорит, ну, итальянец, надо себя, конечно, в этих взять. Ну, как их деньги-то, литры, что ли, итальянские. Надо себя взять в литрах, давай червонец. Пришли. В общем, я ему отдал 10 рублей. Ну, это не деньги, это не жалко. Но мне обидно стало. Обидно. Почему какой-то итальянец? Ха, и всё. А я, ну, и никуда. Почему? В гостиницу пришёл, разделся, лёг. Не могу уснуть, и всё. Всё, чёрт, всё. Анализирую ситуацию, думаю, почему итальянец? Ха, я никуда. Почему? В чём тут дело, думаю? Конечно, думаю, кое в чём они нас там уже во всём обошли. Это понятно. Кое в чём они во всём нас обошли. Это понятно, что, как говорится, наш уровень жизни, это же их уровень смерти. Это понятно. Ну, тут, думаю, экономика ни при чём. Тут уже идеология. А у нас идеология самая передовая. Тогда почему? Ну, и никуда. Почему? Что, думаю, неужели нечего им противопоставить? Подошёл к зеркалу. Есть. Тогда почему? Неудобно. Кому? Людям? Я не с них плавки стягиваю, собираюсь. Или, может быть, нельзя? Тогда где написано? Плавки снимать категорически воспрещается. А сегодня всё, что не запрещено, всё разрешено. Утром вышел на пляж. Уже всё, товарищ милиционер. Морально хорошо подготовленный. Исходную позицию занял. Зажмурился. Мысль на комбинацию прокрутил. Ха-ха-ха. Ещё раз прокрутил. Ха-ха. Потом руки сюда. И как штанги, штангу вверх, так я. Нечеловеческим усилием рву эти плавки. И я чувствую, руки аж до песка дотянулись. Глаза открываю. Руки в песке, плавки на месте. Проскочил. Всё. Значит, попытка не засчитывается. Пять дней на пляж выходил, как на помост, и всё безрезультатно. Да. Это не считая 50 рублей, которые я тому типа отдал. Как до песка дотронулся? Червонец. Ещё дотронулся, ещё чирик. А народ-то на пляже уже весь в курсе. Относятся с пониманием, ждут. Скандируют. Плавки, плавки. Один мужик предлагал снять с меня плавки или меня напоить, чтобы я сам снял. Потом говорили, есть такие надёжные ребята, ночью в подворотне вообще всё снимут. И недорого. А я им объяснил, товарищ милиционер, что я должен совершить этот акт сам. На трезвую голову. При стечении народа элегантно, но, как говорится, не привлекая внимания. Надо же, говорю, доказать, что мы не звери. Что советский человек свободный. А то ведь они там думают, что у нас тут вообще всё по команде. Надеть, снять, надеть, снять. Точно у нас стадо какое-то. А вот, говорю, когда стадо состоит из таких, как я, совершенно другое дело. Так всему пляжу стыдно стало, товарищ милиционер. Что мы такую ерунду не можем себе позволить на шестом годе перестройки. А даровольцам никто не вызвался. Говорит, каждый должен начинать себя. И на мои плавки все смотрят. После этого я сказал, ну, если не ты, то кто? Но я только после этого сказал. Если не ты, то кто? Ну, сказал жёстко. Знаешь, только если не ты, то вот так сказал. Если не ты, то кто? Вот так вот. И опять в гостиницу пришёл, в номере закрылся, тренировался до ночи. Сколько я килограмм сбросил, сколько потом сошло, не знаю. Плавки вообще сами свалился. В номере отлично получалось. А свидетелей нету. Чё делать? Вызываю по телефону дежурную по этажу. Мол, плохо мне, я умираю. Через полчаса старушенция приползла. В чём дело? Почему ночью будете? Я говорю, сейчас бабулю увидишь. Только я за плавки взялся, она в крыльях. Помогите! Я говорю, не ори. Я сам справлюсь. А уже на её вой вторая прискакала. Тоже из конницы Будённого. Вот такая. И они хором на два голоса завели. Только тут до меня дошло, что они про свою девичью честь вспомнили. Это же надо, тётки старые, всё одно на уме. Ну, узко мыслят, товарищ милиционер. Но не перестроились. У нас ещё многие не перестроились. У нас ведь как считается? Если человек на машине, вор. Если выпил, предатель. А если он, значит, с заплавки взялся, он уже весь Советский Союз изнасилует, решил. Я их как могу успокаиваю, говорю, бабули, угомонитесь, про вашу честь вся страна уже давно забыла. А из номера они уже как молодые дунули. После этого я сказал, Талян, я себе сказал, Талян, значит, так жёстко сказал. Завтра или никогда, ну, жёстко сказал, Талян, вот так я сразу сказал. И вышел на пляж, товарищ милиционер. Знаете, какое состояние? Будто за мной на пляже вся наша страна построилась. Все пока ещё 15 союзных республик выстроились, и меня в плавки смотрят. И я сказал, товарищи, соотечественники, я сейчас на ваших глазах, как бы ни взначай, сниму плавки и надену шорты. И я попрошу всех не обращать на это никакого внимания. Приготовились. На старт. Внимание, народ от меня пополз в разные стороны, будто я гранату метнул. И пока свидетели не расползлись, товарищ милиционер, я эти плавки проклятые, прям ведь чуть не с кожи содрал, я хочу. Граждане, ура, полюбуйтесь. А народ полностью в песок зарылся. Я чью-то пятку схватил, кричу, мужик! Хоть один глаз вынь. Посмотри, какие мы не звери. Он мне оттуда, я не мужик, а баба. Не мешай загорать. Вот теперь, товарищ милиционер, вы поставьте себя на мое место. Знаете, какое ощущение? Будто ты один, без плавок, стоишь в какой-то пустыне. Это вообще, это я не знаю. Это все равно, товарищ милиционер, что вам стоять в бане без кобуры. Если нету свидетелей, кто подтвердит, что советский человек свободный? Вот спасибо, вы настоящий патриот. Я вас поздравляю, вы меня поздравьте. Теперь, товарищ милиционер, введите меня куда хотите. Вот хотите в отделение, а хотите сразу в Италию, я готов. Я готов. Шорты я надевать не буду, пойду так. Как, так и пойдем кортежем, ваши товарищи, на мотоциклах, по бокам, а мы по центру. Это ж надо, ведь весь мир сразу увидит, какие мы не звери. Вы знаете, я действительно хочу поговорить на очень серьезной теме. Я как-то поехал на выступление в Дом отдыха. Я приехал, ко мне подошел директор Дом отдыха, а мне всегда интересно узнать, кто же будет в зале, кто будет моими зрителями. Я его спрашиваю, скажите, пожалуйста, кто сегодня в зале? Он мне отвечает, контингент у нас широкий. Я ему говорю, а кормят у вас как? Он говорит, ассортимент у нас богатый. Я думаю, как странно человек выражается. А потом, после того, как я выступил, он вообще подошел ко мне, пожал руку и очень важно так сказал, спасибо большое, наконец-то, благодаря вам мы еще одно мероприятие оптичили. Что сделали? Оптичили. Вот и я его также спросил, что сделали. Оказывается, есть такое выражение, оптичить мероприятие, то есть поставить за мероприятие птичку. Мало того, что мы слышим в автобусах чуть ли не каждый день обелеченный пассажир. Я тогда запомнил этот случай и стал обращать внимание, как удивительно беднеет русский язык. Потом я вспомнил его снова, этот случай, мой разговор с директором, когда плыл на теплоходе, стоял на палубе, а рядом со мной стояла женщина. И я ее спрашиваю, скажите, пожалуйста, скоро Рыбинское водохранилище? Она мне отвечает, еще три про шлюзовки. Я ее спрашиваю, скажите, а вы впервые шлюзуетесь? Она говорит, нет, я каждое лето шлюзуюсь. Вот мы с ней провели такую интеллигентную светскую беседу. И я должен сказать, что я опять забыл об этом случае, но меня доконал случай, который произошел на одном худсовете, когда все высказывались по поводу спектакля одного. А женщина, тоже очень солидная, встала и сказала, не знаю, не знаю, на спектакле все плакали, а я от слез воздержалась. Да, по-моему, это высокая литература. Конечно, высокая. А вот еще пример очень высокой литературы. Когда я шел с одним общественным работником таким по улице, знаете, он был сразу после доклада. Он делал доклад, еще такой в жару, в пылу от собственного выступления. Плакала девочка на улице, он наклонился над ней и участливо спросил, по какому вопросу платишь, девочка? И что ответила девочка? Девочка сразу плакать перестала. Ну, это понятно, я бы тоже сразу плакать перестал. И вот, понимаете, какой ужасный болезненный процесс происходит, обеднение нашего языка. Вы знаете, сколько слов в словаре Даля? Ну, приблизительно 250 тысяч. Правильно, 250 тысяч. А статистики посчитали, что современные журналисты в очерках, в статьях журнальных, газетных, в репортажах, теле и радио используют всего полторы тысячи слов. Они пользуются словами, но уже готовыми фразами, которые закладывают в предложение и закладывают в свои очерки, как кассеты закладывают в магнитофон. А люди, которые слышат это ежедневно, думают, раз там так говорят, то и мы должны так говорить. Вот и результат. Я захватил с собой, например, инструкцию, вернее, аннотацию к витаминам, которые я недавно купил, хотел и прочитал, просто хотел понять, надо мне принимать эти витамины или не надо. Вот интересно, поймете вы, как вот вам, надо их принимать или нет? Читаю. Да. Аннотация. Кайровиту. Препарат. Обратите внимание, препарат не лекарство, а препарат, так солиднее. Используется для витаминизации рациона питания лиц, подвергающихся воздействию экстремальных факторов и способствует нормализации липоидного обмена при пониженной витаминной ценности сублимированных продуктов. Это все? Нет, не все. Еще подпись. Утверждаю начальника управления по внедрению лекарственных средств. Товарищ Бабаян, 14 августа 1973 года. Как вы поняли, надо вам внедрять в организм. Да, вот я думаю еще, внедрять ли меня. В организм. В организм. Вот и я думаю. Я думаю, еще долго буду думать. А представляете, если бы на таком языке, на современном писали наши уважаемые, любимые нами классики. Ну, помните, как у Гоголя. Редкая птица долетит до середины Днепра. Да. Я думаю, что если бы он был современным журналистом, он бы написал все-таки по-другому. Современнее написал. Он бы написал так. Редкий представитель семейства пернатых долетит до середины главной водной артерии Украинской СССР. И далее, безусловно, с чувством законной гордости, поведал бы нам о том, как чудна эта артерия при благоприятных метеорологических условиях. Да. Так можно и Чехова осовременить. Да, пожалуйста. Какую фразу? Да. Ну, пожалуйста. В человеке должно быть все прекрасно. Ну, я думаю, современнее звучало бы так. В человеческом индивидууме все должно отвечать эстетическим нормам. И изделия текстильной промышленности, и головная часть, и лицевой фасад, и другие морально-нравственные компоненты гармонично развитой личности, неуклонно движущейся маршрутами созидания. Мне кажется, пора подводить черту. Мне пора бежать готовить постельные принадлежности для всемирного отхождения ко сну. Отходите. Жду ответа, как певчий представитель лесных массивов летнего периода. Позвольте вас обораничить. Благодарю. За воды из-за него дерутся. Из-за одного маленького Саша, 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 гений, слесарь-сборщик, маленький, кудрявый, веселый, ко мне, дядя Миша. А из-за него такие драки, гений. Чертежи с листа читает. Руками металл чувствует. Люфты припуск и на ощупь определяет. Саша, Саша, Саша. Ненормально гениальный человек. Любая машина, придуманная в любом КБ за гроши, у него сочленяется. Собирает он ее, гад, как никто не знает. Как вал вдвое большего диаметра вставляет в это отверстие, вдвое меньшего диаметра. Сажает станину посадочным местом, где ни один размер не сходится. И действительно сочленяется. Вот гений. Те конструкторы, что на очень низкой зарплате сидят, все это придумывают. Денег не жалеют, чтобы только на него посмотреть. Как ихнее все это сочленяется. Все к нему, он же кормилец. Если он соберет, то это КБ. КБ вот это и весь завод зарплату получит. Банк денег людям даст на расход. И зовут его Саша, Саша, Саша. Его и переманить нельзя, зарабатывает сколько скажет. Все скинемся ему, дадим. Он и выпить может, и женщине оказать. Он же не отдает половину заработка. Так та же не догадывается, потому что его половина наших три. А тех КБ-вских восемь. И когда завод в прорыве, а это почти всегда. И надо платить рабочим деньги. С машины счетной звонят женские голоса. Саша, Саша, пусть Саша приедет в машину посмотреть. Саша, Саша. Он же с пустыми руками туда не едет. Сколько на этой станции этих сердец перебил. И веселый как черт. И пьет, не меняется, что редкость. И две квартиры у него. Одна своя с женой, другая не своя, с бабкой за пятерку. А как же. А что и недостатки у него красивые, богатые недостатки. И лет ему тридцать. И обездил он всю страну и кое-что еще, от чего загорелый мерзавец всегда. Там в медвежьем углу он налаживает неналаживаемый агрегат. Тот стучит и работает. Не подчиняется закону Ньютона и не попадает по станению. Ему же главное запустить, подписать, чтобы заплатили тем конструкторам и технологам, чтобы их не из силы поддержать. И сообразительность. Ему же их жалко. И директор говорит, Саша, Саша, Саша. Понимаешь, эти же там в Москве говорят, что они хорошо придумали. Мы их поддержим. Мы там говорим, что мы хорошо сделали. Они нас поддерживают. Саша, Саша, Саша. Наш сверлильно-дробильный агрегат едет на всемирную выставку передовых идей. Ты будешь возле него столько, сколько будет выставка. Руку от него не отрывай. Тебя нам кормить будет руководитель поездки ложкой, чтобы ты руку от него не отрывал. И звони мне в любое время, потому что все мы в твоих золотых руках. Саша, Саша, Саша. Мужик, ты в хоккей играешь, тебе ничего не страшно? Мужик, я вижу, что ты в хоккей играешь. Мужик, хочешь, я тебе историю скажу, тебе страшно станет, мужик. Хочешь? Страшно будет тебе, мужик. Тебе страшно будет, мужик. Тебе, говорю, приготовься, страшно будет. Мужик, ты не смейся. Тебе, говорю, страшно будет, мужик, смотри. Мужик, страшная история, мужик, смотри. Летишь ты на самолете. Страшно тебе? А я тебе не до конца сказал, поэтому тебе не страшно. Смотри, я тебе дашь расскажу, мужик. Летишь ты на нашем самолете. Вот, видишь, тебе захватил, видишь? Сейчас ты этот самолет представишь, подожди, сейчас я тебе покажу, подожди. Мужик, вот тебе, можешь попросить, тебе, тебе, руку в сторону так подыми, тебе, попрошу, тебе, да, в сторону подыми, вот, держи так, держи. Не пускай, крыло будешь, держи, не опускай. Будешь крыло. Мужик, и ты тут тоже с краю сидишь, вот тебе, прошу, тоже руку в сторону подыми, ага, во, второе крыло будешь, держи меня, пускай. Видишь, мужик, видел, я тебе сказал, да, два крыла, одно и второе, видишь? Ну вот это крыло подлиннее, видишь, а это покороче, видишь? Я тебе предупреждал, это наш самолет, вот такой, как, ну, взлетай. Женщина, вот смотри, вот тебе, говорю, смотри, я чего не скажу, ты все время загораешься, все время вспыхиваешься, все время, хо-хо-хо-хо, хо-хо-хо-хо. Ты будешь это, который в самолете сгорает, знаешь, это, ноут-смокинг, туалет закрыт, значит. Теперь, ребят, вас всех попрошу, первый ряд, ребят, всех вас, первый ряд. Я чего скажу, хоп, и вы ноги от земли отрываете, ладно? Приготовьтесь, только все вместе, приготовьтесь, все вместе, давай. Хоп, ноги от земли, ты че отрываешь, че ты отрываешь? Ноги попробуем, давай, все вместе. Хоп, во, молодцы, шасси будешь, знаешь, когда отрывается, шасси. Шасси. Мужик, вот у тебя я спрашиваю, мужик, у тебя я спрашиваю, скажи, пожалуйста, тебя в жизни когда-нибудь обманывали? Тебе обманывали, тебе? Тебе обманывали? Честно, надували тебе? Часто? Будешь трап надувной, понял? Ребят, вот там сидите все, да? С этой стороны и с этой. Я вам чего не скажу, вы мне наоборот, ладно? Только резко, все вместе, ладно? Динамовцы только кричат, только динамовцы кричат. Подожди, я еще ничего не сказал, подожди, что творешь, подожди. Подожди, я чего не скажу, вы мне наоборот, подожди. Подожди. Раз. О, молодцы, с полуоборота завелись, моторы будете, молодцы. Женщины, вот я тебя спрашиваю, ты что-нибудь по-японски понимаешь? Понимаешь? Ничего не понимаешь? По-испански. Ты уже ничего не понимаешь, смотри. Я тебе что-нибудь спрошу, ты ничего не понимаешь. Ты будешь иностранка, ты сидишь, ничего не понимаешь. Мужик, ты там наверху, вот я смотрю, ты такой кислый сидишь, мы же еще не взлетели, тебе уже нехорошо, да? Кто ж ты-то будешь, а? А, ты будешь этот, пакет, понял? Пакет. Все, ребят, взлетаем, взлетаем, приготовь. Крыли, крыло, второе крыло. Ноус-смокинг загорелся. Нормально, убрай трап. Раз. Хоп. 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 Видишь, я тебе предупреждал, наш самолет сейчас все не выпускает. Посмотри, вот, видишь, ноус-смокинг уже в другом месте. Смотри, я только отвернулся, уже ни одного крыла нет, смотри. Не, одну опять поставили. Трап на месте, трап, ты на месте, а? Покажи, на месте ты. Ты не, на месте, пока, на месте. А че ты на месте? Я же сказал, убрали трап, че ты сидишь? Ты голову, голову в сторону убери, кого тебе нету. Убери, во, все, молодец. Нормально, убрал. Взлетаем. Крыли, поставь крыло-то одно, хотя бы, во. Крыло второе. Ноус-смокинг занялся. Убрать трап. Раз. 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 Чувствую, взлетели. Ощущаешь? Сильно? Пакет. Ну че ты сидишь, ему за тобой бегать надо, что ли? И вот тут, смотри, самое страшное, вот где. Вот тут выходит стюардесса и говорит. Мы набрали 10 тысяч метров. На этом наш полет заканчивает. Командир корабля и экипаж прощаются с вами. Страшен тебе, да? Вот скажи мне кто-нибудь, экипаж прощается с вами. Я тебе скажу, что делать надо. Скажи, экипаж прощается с вами. Кто прощается с вами? А ты ей скажи, а кормить когда буду? Видел, какая реакция у людей? Видел? Запомни только эту фразу. А кормить когда будут? Эта фраза, ребят, на земле уже давно. Смех вызывает. Спасибо. Ну как, вы не устали еще от концерта? Я сейчас немножко улучшу ваше состояние. Спасибо. Да, 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 да. По промышленности, сельскому хозяйству, медицине, транспорту, сфере обслуживания мы еще немножечко отстаем от отдельных слаборазвитых стран Африки. Ну в чем-то, где-то мы должны быть фермами. Я все вот искал, в чем, все думал, искал, может думал в области балета. Оказывается, давно уже ничего подобного. Журнал сообщил по электронике. Ну, говорит смешно, у нас электроника ручная. И сказал, нашел. Вы знаете, есть один показатель, по которому мы даже японцев за поезд заткнули, не говоря уже об американцах. Где вообще дети? Мы обогнали все страны мира по матершине. Не при женщинах будет сказано. Я вот только не знаю, ругунь у нас, это искусство или спорт? Если искусство, почему нет почетного звания народный матершинник Российской Федерации? Заслуженная хамлор из публики. Если это спорт, почему его не включать в программу Олимпийских игр? Тогда бы одна наша приемщица пустых бутылок принесла стране больше золота, чем вся внешняя торговля. Один корреспондент записывал на магнитофон репортаж с овощной базой. Когда из пленки вырезали все неприличные слова, от двухчасовой записи осталось 30 секунд. Причем, слушая эту пленку, складывалось такое впечатление, что это репортаж из секции спортивной ходьбы. Потому что все время слышал из команды тренера, иди ты. Видимо, идти надо было, не при женщинах будет сказано, к этому, как его... Ну, мужчины знают. К финишу, да, к финишу. Да что там овощей базы? Недавно возле Академии наук водопроводчики забыли на тротуаре люк закрыть. Очень интересный эксперимент получился. Кто бы туда ни падал... Академик, профессор, доцент. Каждый вылезая, говорил одну и ту же фразу. Знаете, какую? Про близких родственников. И только один, когда выбрался, сказал, большое спасибо. Оказался иностранец. Он по-русски только это и знал. Кстати, после этого случая он понял, что наш язык надо изучать не с АБВГД, а сразу с Йоколомене. Но, с другой стороны, как же нам не ругаться, когда у нас уже не только культуры не хватает. Той самой культуры, которую мы вытравляли из себя многие десятки лет. У нас, знаете, еще чего не хватает? Зла. Зла не хватает, глядя на нашу жизнь. Это ведь на Западе рабочий берет заготовку, нажимает на кнопку, выходит деталь. У нас все такого качества, что наш рабочий берет не заготовку, он берет фиговину. Существенная разница. Заталдыкивают ее в ерундовину. И выходит хреновина. Ну, а что может получиться при таком подходе? Поэтому, друзья мои, не то плохо, что ругаемся, плохо, что злыми стали. Но, с другой стороны, даже и этот грех хочется оправдать как-то. Как же нам не злиться, когда быт окончательно заел, вся жизнь в очередях, ничего купить невозможно, на улицах грязь, в транспорт не влезешь, квартиры плохие. Уже не только книжку почитать, жену поцеловать желание не возникает. Не при женщинах будет сказано. Оттого наши женщины стали такие боевитые, что в искусстве художественного слова любого мужика уделают. Тут дворник лед скалывал, и женщине, что мимо проходило, что такое ляпнул в порыве энтузиазма. Она ему в ответ и пожелала новых трудовых успехов. Причем такими словами не при мужчинах будет сказано, что он весь двор не только ото льда, а то асфальт очистил. Как же нам не ругаться, когда начальство говорит одно делается совсем другое, когда бумажку подписать проблема, в больницу лечь проблема, повеситься и то проблема. А потому что веревку намылить надо. А мыло такое дорогое, что от разрыва сердца умрешь. Все равно душой никогда не смогу смириться с тем, что мы часто очень друг друга унижаем. Это же все обратно-обратно к нам возвращается и по физическому, и по духовному закону. Не проявляется благородство человека без духовного закона. Я тут полчаса в очереди простоял, столько названий животных услышал. Оказывается, со мной в эту очередь стояли мартышка, осел, козел и косолапый мишки. Когда я попросил не толкаться, то я себе много интересного узнал. Ну, со стороны видней, но никогда не думал, что я, знаете кто, баран без роги. Главное спрашиваю, а почему без роги? Это, говорят, вы у своей овцы спросите. В этой же очереди я почерпнул массу новостей из области анатомии. Один рядом стоял, оказалось, что у него руки не оттуда растут. Другой уши не в том месте лопушаться. Такая патология. А еще я не раз слышал, что, но что-то такое, говорят, есть еще с ручкой. Не знаете что? Наверное, от непри женщинах будет сказано голова. Того, кто это произнес. Злыми нас делала жизнь, когда я вижу, как на улице молодая мамаша, красивая женщина, говорит своему хнычущему ребенку, да замолчишь ты, гадина. Я понимаю, что не с чего этому малышу вырасти добру. Ну, не с чего. Он лежит в коляске, улыбается, чистая улыбка. Я думаю, мальчик, как хорошо ты улыбаешься. Постарайся сохранить эту способность как можно дольше. Это отличительная черта человека от прочих других существ на свете, которые нам так стало не хватать. Улыбайся, мальчик. Потому что чему-чему, а словам, которые нельзя произносить при женщинах, ты еще, к сожалению, научишься. Но сейчас мы проведем с вами сеанс здоровья. Все взяли с собой банки, кремы? Все? Нет, не взяли. Значит, к сеансу и к встрече с Соланом Чебаком вы не готовы. Но ничего. Сейчас для вас будет сеанс здоровья. И встреча с не менее популярным экстрасенсом. Пожалуйста, встречайте. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ Вот мы встретились с вами у нас. Я вижу, вы очень рады нашей встрече. Я вижу это по вашим глазам, по вашим рукам, по вашим ушам. Последнее время меня перестали пускать сюда, на центральное телевидение. Распускают всякие грязные слухи в газетах. Это делает жена Чумака. Как всегда, нашу встречу начнем чтение Телеграм. Телеграм пришло очень много, целых три штуки. Но я прочитаю только первых шесть. Уважаемый Анатолий Михайлович, до ваших сеансов я много пил. Можно сказать, был алкоголиком. Но после ваших сеансов я практически завязал и пью чисто символически. Одну-две бутылки водки в день. Прекрасно, помог человеку. Еще одна телеграмма. Анатолий Михайлович, раньше я вам не верил. Но теща уговорила меня посмотреть хотя бы один сеанс. После сеанса у тещи выпали волосы, ногти и почернели зубы. Теперь я вам верю. Спасибо, город Семипалатинск. Телеграмма о помощи. Перед праздниками мыло окна и случайно вывалилось. Благо невысоко, девятый этаж. После этого почувствовала какое-то недомогание. И на завтра, когда мыло двери, снова вывалилась из окна. Помогите, а то муж смеется надо мной, обзывает летающей табуреткой. Конечно, помогу. Безусловно. Вот такая приятная телеграмма. Знаете, это телеграмма от целого коллектива. Вот когда коллективу помогаешь, это очень хорошо. Дорогой Анатолий Михайлович, после ваших сеансов почувствовали себя хорошо. И теперь по ночам поем и танцуем на свежем воздухе. Правда, прохожие пугаются. С уважением, коллектив второго городского кладбища. Ну, знаете, вот кроме таких хороших телеграмм, телеграмм помощи, телеграмм благодарности, приходят телеграммы совсем другого содержания. Я не боюсь их зачитывать. Вот помню одну такую. Пять лет назад от меня ушла жена. Но после ваших сеансов она вернулась. Будьте вы прокляты. Ну, что, дорогие друзья, а теперь давайте начнем наш сеанс. Сейчас у вас в глазах немного потемнеет. Ну, что, потемнело? Ну, я слышу в зале истерический смех. Это хорошо. Это значит, началось. О, кто-то захрапел. Ну, и не будите ее пусей, будет хорошо. Сейчас у вас снова посветлеет в глазах. Это значит, что вы готовы к сеансу. Сегодня я даю вам установку «Думайте». Думайте где угодно. Думайте о чем угодно. Думайте чем угодно. Вы очень мало информированы о себе. Вы видите только то, что происходит на коже, на ваших глазах. Но вы даже не догадываетесь о том, что происходит под кожей, под черепной крышкой, под прилавком. И не пытайтесь проникнуть в паутину моих слов. Я уже сам ничего не понимаю. Перемены. Ну, время пришло. Ну, дух захватывает. Большие перемены впереди. Вчера иду по улице. Навстречу мужик незнакомый. Несет рлом пленки под дуб. Я спрашиваю, где брал? Он говорит, на стройке. Я спрашиваю, как на стройке? Он говорит, лежит. Я и взял. Саворовал. Он говорит, ну, мне кровь в голову. Останавливаю прохожего, так и так. Будешь свидетелем. Прохожему аж плохо стало. Говорит мужику, ну, паразит. Вся страна поднялась. Кругом ветры перемен дуют. А ты против ветра? Воруешь, сволочь. Я не я буду, если тебя за решеткой не увижу. Ко мне поворачивается перекошенный весь. Я его даже не узнал сразу. Говорит, давай спеленаем его по-быстрому. Может, я еще по своим делам успею. Мне тут недалеко забежать надо. Взятку взять. Как взятку? Он говорит, а что взятку? Куда же у нас без взятки? Мне опять кровь в голову. Останавливаю следующего прохожего. Молодого парня, здорового. Говорю, вот живой взяточник. Парень как зарет вдруг. Застойник. Из-за вас, паразитов, буксуем. Давно бы построили, что хотели. Дайте мне что-нибудь тяжелое и корявое. Я струхнул тоже. Ору, не надо. У тебя неприятности будут на работе. Он орет. Дайте, дайте мне что-нибудь тяжелое. Я нигде сроду не работал. Смотрю, первый мужик бросает рулон. Хватит парня за горло и давай душить его. Душит и кричит. Гаденыш, сачок, кровь чужую пьешь стаканами. В стране ветры дуют. Убью к чертовой матери. И убил бы. Но тут взяточник вдруг размахивается, как хряснет мужику по скуле. Парень ему вместо спасибо хрящ тоже по голове. И началось у них. Бьются и каждый кричит. Перестройка! Гласность! Ветры дуют! Наконец мужик достал тунеядца так, что тот бежать кинулся. Он за ним, за мужиком взяточник. Я столбенел, стою, думаю, ну время пришло, ну всколыхнулось все. Тут подъезжает машина с сиреной, выходит двое и спрашивает, откуда рулончик там? Я говорю, со стройки. Они обрадовались до слез. Говорят, попался паразит. От нас еще никто никогда не уходил. И меня не видно вместе с рулоном в машину. Наверное, вкатает мне ни за что, ни про что. Но я думаю, ничего. Хорошо, что вздыбилось все. Не терпят уже люди зла вокруг себя. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ